Эти кадры были сделаны несколько дней назад. Настоятель свято-никольского источника забил тревогу. Прямо над родником то и дело разливаются канализационные стоки, угрожая загрязнением. Сюжетом заинтересовались и в краевом отделении Русского географического общества. Начиная с весны, его специалисты, ученые-географы, впервые в истории края подробно исследуют алтайские родники. Одна из задач – выяснить, все ли источники, в том числе святые, полезны для здоровья. Света-никольский исследовали одним из первых еще в начале весны. Результаты были настораживающими. Когда мы брали анализ весной, в пробах воды мы обнаружили нитраты. Они превышали длиннодопустимую концентрацию, то есть то, что допустимо для питьевой воды. Сейчас у нас наша лаборатория позволяет сделать качественный анализ присутствия или отсутствия биологического загрязнения. Насколько свежие, так сказать, стоки повлияли на качество воды из святого источника, ответить должна наука. Называется тест на перманганатную окисляемость, то есть он показывает, в принципе, ну, косвенно показывает попадание каких-то биогенных веществ в воду. Ждем, пока сработают реагенты. А к роднику тем временем подтягиваются люди с канистрами. А давно набираете здесь воду? Два года уже как. А для чего используете? Для солонины. И как солонина? Нормально. Лучше, чем с трассы. Хлорки нет. Хлорки может и нет, но абсолютно чистой воду назвать тоже нельзя. Мы сейчас сделали небольшой короткий анализ, который такой в экспресс-варианте. В принципе, он показывает, что здесь есть поступление каких-то загрязняющих веществ, они присутствуют, но концентрация не такая уж и большая. То есть нельзя сказать, что это критические значения, что надо закрывать источник, скажем, для водопользования. То есть присутствует, в принципе, надо разбираться. Вода из этого источника отправится в лабораторию для более детального анализа. Ученые говорят, родники, из которых регулярно пьют воду, нужно и проверять регулярно, чтобы при первых же признаках сильного загрязнения ограничивать доступ к ним людей. Иначе может повториться ситуация двугодичной давности. Тогда, попив воды из Свято-Никольского, получили отравление сразу две семьи. Возможно, причиной отравления стал такой же, как недавно засор коллектора, расположенного выше по склону. В Барнаульском водоканале нас заверили, о проблеме знают и пообещали ее решить. На данном участке канализационной сети Барнаульским водоканалом на сентябрь 2020 года запланированы ремонтные работы. В данный момент уже начались работы по ремонту колодца. Принятые меры позволят решить проблему, возникшую по проезду канатному. Настоятель Родника говорит, починить коллектор коммунальщики обещают уже много лет, но надеются, что на этот раз они сдержат слово. Потому что иначе новое отравление – это вопрос времени. Ведь воду из Свято-Никольского, по его подсчетам, каждый день набирает несколько десятков человек. Илья Кочетков, Андрей Печеркин. День с толком.